Всем привет, с вами Кэт Кена, и это очередной выпуск Puzzle English. Сегодня я хочу рассказать вам, как разными способами сказать кому-то, что тебя что-то бесит. Недавно у меня отменился концерт, и мне об этом забыли сказать, и сказали за два дня до самого концерта. Я готовилась как дурак, и я пересказываю эту историю своему другу-иностранцу, для которого английский неродной, и я ему говорю, I'm fuming, а он меня не понимает. И это, собственно, и натолкнуло меня на тему, потому что I'm fuming – это как раз один из способов, как можно сказать, что ты просто в бешенстве. Fume – это как бы когда у тебя из ушей пар идет, дым идет, вот ты настолько находишься в бешенстве. Например, пример, например, пример, пример примеров. Естественно, я в бешенстве, я себе первый класс забронировала, они все равно потеряли мой багаж. И, кстати, сюда же, чтобы было проще запоминать оба слова на F, есть fuming, а есть furious. Ты также можешь быть I'm furious, I flew with the first class, and the airline lost my luggage. Абсолютно такой же смысл. Естественно, ты можешь быть pissed off, или somebody's pissing you off. Ты можешь сказать кому-то stop pissing me off. Не беси меня, это переводится. И предлог, кстати, with someone, да. I'm so pissed off with you right now. Еще можно сказать enraged. Это такое более формальное слово, его не очень часто используют, но все равно знать его полезно. Например, Кстати, обращаю твое внимание на предлог. Наш сосед в бешенстве от наших шумных вечеринок, поэтому лучше, если мы их на какое-то время прекратим. И еще одна, нет, ничего не одна, еще две фразы. Одна из них это to get cross, или to be cross with somebody. Снова предлог with, так же, как из being pissed off with someone. Например, Please don't get cross with me, I didn't mean to hurt your feelings. Пожалуйста, не злись на меня. Вот, кстати, to be cross with someone, это, как правило, о человеке, да. Когда кто-то на тебя злится, сердится, обижается, ты ему говоришь, please don't get cross with me, I didn't mean to hurt you. И последняя устойчивая фраза to see red. Когда все в красном свете, это тоже, да, от бешенства. Например, If I'm late for work again, my boss will see red. Это, кстати, правда. Я все время опаздываю на эфиры, хотя мне нельзя. Так что вот теперь ты можешь разными способами выразить свое недовольство. Еще говорят, что русские угрюмы и злые, нет. Посмотри, сколько у англикосов выражений на эту тему. Так что теперь ты всегда будешь все понимать, учи английский с Puzzle English.